Здравствуйте, в операционной системе Windows 10 существует три схемы электропитания Сбалансированная, экономия энергии и высокая производительность С выпуском Windows 10 версии 18.03 и выше была добавлена еще одна схема электропитания которая называется максимальная производительность Сразу же стоит отметить, что речь не идет о разгоне процессора видеоадаптера Мы лишь снимаем ограничения, установленные операционной системой чтобы железо работало на максимальном уровне своих возможностей При этом температура обработчика процессов увеличится, возможно и шум вентиляторов усилится В случае с ноутбуками, производитель оптимально подбирает мощность кулеру чтобы избежать чрезмерного перегрева При включении схемы электропитания максимальная производительность температура может незначительно подняться Все это делаем на более сильных компьютерах и контролируем температуру всех датчиков Для тех, кому это интересно, продолжаем Нажимаем правой клавишей мышки по кнопке Пуск для вызова главного контекстного меню Windows В выпавшем списке ищем пункт PowerShell, где написано Администратор Нажимаем, топируем следующую команду под номером 1, которая будет дана в описании видео и вставляем сюда Нажимаем Enter и появилось такое сообщение Максимальная производительность Теперь открываем панель управления Выбираем раздел электропитания И если не активирован режим максимальная производительность, то ставим здесь галочку Если этого режима не видно, то нажимаем показать дополнительные схемы После включения яркость дисплея немножко увеличится Кулер заработает интенсивнее Чтобы отключить режим максимальной производительности, запускаем командную строку, как ранее запускали от имени администратора Копируем ссылку 2 и вставляем в системный путь, который указан в консуле открывшегося окна Теперь и вам стало известно, как включается максимальная производительность процессора Windows 10 С вами был канал «Всё своими руками 36» До свидания